Абсолютным рекордсменом мог бы стать ХАДИ-9, созданный в знаменитой в советские времена лаборатории Харьковского автодорожного института в 1978 году. Правда официального рекорда на этой машине так и не поставили, а задача была серьезная – превысить мировой рекорд, составлявший тогда более тысячи километров в час. ХАДИ-9 с реактивным двигателем от истребителя МиГ-19 рассчитывали поначалу на скорость в 1200 километров в час. Но уже при постройке машины поняли – ее предел все-таки 700-800 километров в час. Но и этих скоростей не достигли, поскольку в стране не нашлось подходящей трассы. ХАДИ-9 снимался в 1983 году в художественном фильме «Скорость» и по рассказам очевидцев развивал во время съемок свыше 400 километров в час. Если так, то это рекорд СССР, хотя и не официальный. А вот и официальный рекордсмен. Машина «Пионер-2М» конструктора Ильи Тихомирова. Машина массой 495 килограмм с силовой установкой из двух газовых турбин с суммарной мощностью всего-то около 160 лошадиных сил развила в 1963 году 311 километров в час. На третьем месте Харьков-Л – конструктора Эдуарда Лорента. Созданный еще в 1955 году и потом неоднократно усовершенствованный. А еще этот автомобиль – рекордсмен по скорости среди машин с самыми маленькими моторами. С 50-сильным двухцилиндровым двигателем объемом всего-то 250 кубиков он развивал 223 километра в час. Ставили также аналогичные по конструкции агрегаты объемом 380 кубиков, 480 и 560. Вплотную к машине Лорента стоит Харьков-6 – рекордсмен в классе машин с поршневыми моторами, созданными на основе серийных. Правда, агрегат «Победы» ГАСМ-20 был изменен почти до неузнаваемости. В том числе модернизировали клапанный механизм, сделали оригинальную головку блока, а рабочий объем снизили до 2 литров. При мощности двигателя в 200 л.с. машина с сухой массой ровно в 1000 кг развила 280 км в час. И произошло это еще в 1953 году. Рекордсмен в классе спортивных автомобилей, которые условно можно назвать советскими гран-туризма ЗИЛ-112С. Модель построили в начале 60-х в экземплярах. Автомобиль с мотором V8 рабочим объемом 7 литров, развивавшим 300 л.с., достигал скорости 260-270 км в час. Правда, это не официальные данные, а оценка на основе воспоминаний современников. Самый быстрый советский гоночный автомобиль класса «Формул» МАДИ-01 1975 года, созданный в Московском автодорожном институте. Автомобиль, оснащенный экспериментальным двигателем V6, который предназначался для ГАЗ-24, мощность мотора составляла 155 л.с. С ним болид достигал скорости 235 км в час. Это примерно на 15-20 км в час больше, чем развивали иные советские «Формулы». Машина участвовала в гонках. Правда, недолго и без великих результатов. Самый быстрый советский серийный автомобиль, достигавший символической отметки в 200 км в час, это ЗИЛ-117. Мелкосерийная пятиместная машина с 300-сильным 7-литровым V8 была примерно на 10 км в час быстрее стандартных длинных членовозов. Самый быстрый полноприводный советский автомобиль создали уже на закате СССР. Максимальная скорость – Волги ГАЗ-3105 с двигателем V8, рабочим объемом 3,4 литра, мощностью 170 л.с. была около 200 км в час. Небольшую партию автомобилей собрали уже в начале 90-х. Хади 13ЭМ 1977 года. Самый быстрый в советской истории электромобиль. Масса машины составляла всего 350 кг, а электромотор в 10 кВт разгонял ее до 162 км в час. Среди советских автомобилей, которые мог купить любой гражданин, самая высокая максималка была у ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099. Машины с 70-сильным мотором объемом полтора литра по паспорту достигали скорости 160 км в час. Субтитры сделал DimaTorzok